Морис, или Морис, неважно, Мерло Понтий, 908 года рождения, был не только крутым французским философом, но и известным публичным интеллектуалом. Точка его интеллектуального пика – это послевоенная Франция, где Мерло Понтий представлял экзистенциализм и феноменологию. Он флексил Сартром Симоне де Буар, что добавляет ему еще больше крутости. Свой проект феноменологии он связывал с экзистенциализмом, психоанализом, лингвистикой, марксизмом и прочими стильными штуками того времени. Мерло Понтий оказал огромное влияние на Делеза, Деррида, Фуко и прочих мэтров, которых принято почитать, забывая самого Мориса. В данном эссе мы обратимся к некоторым его сочинениям, где мы сосредоточимся на психологических вопросах. Если попытаться выцепить ключевую проблематичную интуицию Мерло Понтий, то это будет некоторая середина или центр, то есть точка баланса между идеализмом и империзмом, между верхом и низом, между кантианством, в том смысле, что мир – это такое целое, которое собирается где-то в сознании и подходом наук, где мир – это внешние объекты и события, связанные причинностью и реально существующим. Где-то между этими краями расположилась интуиция Мерло Понтий, и эта интуиция должна помочь помыслить, что мир уже готов, что мы в нем, а не наоборот. И что именно утверждается? Утверждается то, что существует природа, которая не сводится ни к одной из двух крайностей, ни натурализм, который делает ставку на научный реализм, ни какая-нибудь гусарлянщина, которая все сводит, если выражаться грубо, к гуманитарным наукам, не являются истинными. И органическая природа и сознание возникают из некой природы, которая и является этим условным центром или серединой. И если эта природа имеет какое-то значение для сознания, то она этим не исчерпывается. На чем все замыкается? Если начать анализ с философии натурализма, то, как было отмечено в данном контексте, это представляет собой естественный мир вещей и событий, которые связаны причинностно. Банальная научная картина мира, которая стоит того, чтобы из-за нее устроить срач в комментах. Открывается другой вопрос. Насчет того, что с этой картиной не так. Является ли этот самый естественный мир тем, что причинно связывает предшествующие ему объективной реальности? Мир сам себя объединяет или ему все-таки нужна помощь сознания? И вроде бы как понятно, что сознание вносит свой вклад в упорядочивание мира. Здесь совершается отчасти стандартный феноменологический заход, что феноменология первичнее всей этой нейтрализованной бесовщины, но с определенной доработкой. Естественный объективный мир – это то, что собирается из гештальтов, которые являются такими структурами, которые возникают спонтанно и которые структурируют организации, которые являются достаточно запутанными и сложными. При этом, если мы критикуем таким способом натурализм, то в этой критике должны быть натуралистические посылки, которые есть в гештальт-теории. То есть, если делая ставку на сознание и прочее, мы все равно будем вынуждены использовать натуралистические термины, если, конечно, не хотим спуститься до лютейшей метафизической интоксикации, то все вроде как опять рассыпается. Если мы критикуем сознание с позиции натурализма, заявляя, что оно имеет ограничения в своей попытке быть идеальным и всеохватывающим, то сами структуры гештальтов оказываются ограниченными. Если они ограничены, то натурализм не может быть таким всеохватывающим. Так и появляются Dead Insider. И если мы соглашаемся с позицией, согласно которой гештальты — это фундаментальный онтологический уровень, то есть та самая середина, с которой мы начали, то мы соглашаемся и с тем, что они являются ограниченными и образуется складка. В качестве нейтрального термина Мерло Понти выбирает поведение. Собственно, одна из ключевых работ так и называется — Структура поведения. Поведение ассоциируется с бихевиоризмом, что подлежит критике. Чтобы критиковать бихевиоризм, нужно разобраться с его аспектами, то есть с классической теорией рефлексов, известная как отношение стимула и реакции. В данной теории поведения — это всякая реакция, которая отвечает на внешний стимул. В Мерло Понтии важно показать, что организм не является пассивным, то есть он что-то вносит в отношения, представленные данной формулой, чтобы доказать, что поведение нельзя объяснить исходя из сведения организма к чему-либо. А собственно, почему это так? Ну, потому что поведение — это процессы, которые не могут быть просто сведены к своим частям. То есть форма поведения — это форма, которая устроена так, что какие бы изменения ее частей не происходили бы, отношения между ними не меняются, но при этом свойства самой формы меняются. И Мерло Понтии приводит три типа поведения. Первое — самое простое. В том смысле, что оно свойственно самым простым организмам. Оно называется синкретическим поведением. У организма есть заложенные инстинктом поведения или реакция, и это такое видовое априорием. И его негативная черта — это отсутствие импровизации. Второй тип — это отвлеченное поведение. Его отличие в том, что оно уже готовое к чему-то новому. Оно способно реагировать на то, что не является встроенным. Инстинктивно. То есть это поведение, которое может столкнуться с чем-то для себя неведомым. То есть у такого организма есть какие-то отношения-нормы, для которых внешняя реакция тоже выступает как отношения, а не как что-то, что строго фиксировано, чего никак не избежать. Поэтому здесь импровизация имеет место. И третий тип — это символическое или человеческое поведение, что, хотя, как нам кажется, символическое как понятие не необходимо является человеческим, в символическом поведении отношения становятся еще более разнообразными. Свобода, творчество и так далее. Человек отвечает не на стимул, а на ситуацию. Еще одно. Это, по сути, еще одно подтверждение, что человек — это имба, но при этом человек настолько раздувается, что его, впрочем-то, уже и не нужно вводить. Но что еще не менее интересно — как работает данная иерархия поведений. Они как бы нарастают друг на друга до некоторой непрерывности, начиная с материи и до сознания, но при этом как структуры они прерываются. Как разные виды и организмы. Каждый новый уровень сложнее предыдущего. Отношения организма и окружающей среды выстраиваются так, что окружающая среда является жизненно важной для организма. Окружающая среда животного организована так, чтобы оно могло достигать своих жизненных целей. Так, а что там с сознанием? В случае символического поведения все усложняется. Сознание, символическое, состоит из элементов человеческого мира. Орудия труда, язык, культура и т.д. И сознание охватывает интенции человеческого мира. Но при этом оно способно не просто использовать их функционал, но и выходить за его пределы. За пределы того, чем вещи являются. К самим структурам, которые сознанием вовлечено. Такой выход к самим структурам через их тематизацию является тем, что делает возможным язык и выражение. При этом символическая форма или сознание – это что-то вроде сборки, собранной из человеческих артефактов и структур человеческого мира. Сборка, которая не имеет жизненной цели. Итак, сознание имеет следующие характеристики. Рекурсивность, ориентированность на виртуальное, что означает именно то, что сознание тематизирует сами структуры. Мирлопантий словно пытается придумать новую теорию того, как обозначается мир без обозначения, представление без представления. Речь идет не о том, что сознание возвысилось над материальными условиями, так как структура жизни не может быть полностью усвоена сознанием. Сознание где-то существует, оно в мире, оно воплощено. И полное возвышение над структурой жизни не может быть совершено, потому что сознание всегда привязано к структуре жизни, к некой ситуации. Мирлопантий нужно соединить строго фиксированное теоретизированное, обуславливающее, такое серьезное сознание, с тем сознанием, которое было описано выше, которое является высшим уровнем материи, символическим сознанием, которое прикреплено к структуре жизни, где оно существует. Перецептуальное сознание, другими словами. Чтобы лучше это понять, Мирлопантий показывает, откуда вообще это различие появилось в такой типомысленный эксперимент. Он задает дорефлексивное бытие или естественную установку, которая еще не знает того различия, которое было проведено выше. Если различия не были проведены, то душа и тело здесь вместе друг от друга не отличены. И че будет происходить с таким положением дел далее, если конечно будет некоторое движение развития. Далее сознание сталкивается с анатомией, иллюзией, то есть учится различать составное, обманчивое и так далее, что приводит к тотальной нарезке. После того, как тело и мысль будут разделены, появляется натурализм, который выбрасывает вопросы восприятия, но при этом всегда этим самим восприятием пользуется. Стандартный феноменологический заход. С другой стороны, анализируя внутреннее восприятие, появляется трансцендентальный идеализм, для которого субъект и объект выступают как корреляты. С ситуацией двойственного Мирлопантий пытается что-то поделать. И это отсылает к другой его работе, которая называется «Феноменология восприятия». В этой работе Мирлопантий выдвигает позицию, положение, что фундаментальный уровень воспринимающего опыта – это уровень гештальта, где есть фигура и фон. Мы что-то воспринимаем на фоне, и обычно фон не учитывается. Неопределенность фона должна быть включена в описание мира. Необычность сборки. Иначе картина будет урезана, как в эмпиризме, атомарных предложений и т.д. Мы будем воспринимать только то, что находится на фоне, но не фон. Поэтому картина будет неполной. Мирлопантий хочет показать, что наделять базой атомарные предложения опыта или мысли единичные объекты – да че угодно, провальная ставка, так как происходит разрыв или рассеяние этих самых единичных объектов восприятия. Теряется спонтанность опыта, его организация, которая должна быть фоном фигуры, чтобы эти фигуры не болтались в воздухе. Восприятие всегда имеет что-то неопределенное, странное, динамическое, изменчивое. Короче, оно не статично. И как же этот баг фиксить? Существует феноменальное поле или чувствование, которое суть то, каким мир всегда является в восприятии. По сути, чувственное – это условие того, что мир нам что-то открывает, делает привычным, наполняется, короче, все смыслом. И Мирлопантий указывает на то, что мы, увлекшись плодами всего этого, забыли про сами акты, которые это делают. То есть забыли про саму чувственность к миру, заменив его на знания о мире. Мы объединяем восприятие с воспринимаемым. Мы вовлечены в мир и нам никак от него не оторваться, чтобы перейти к сознанию мира. Он предлагает пойти обратным путем. Обратно туда, откуда пришло это забвение. То есть заключить в скобки веру в объективный мир. После этого действия взгляд должен быть куда-то обращен. И Мирлопантий пишет, что не нужно никакого трансцендентального сознания, которое наблюдало за миром непонятно откуда. Нам нужно трансцендентальное поле, внутри которого это наблюдение происходит. И Мирлопантий сказал, это трансцендентальное поле, которое открылось мне с момента моего первичного восприятия и в котором любое отсутствие является лишь оборотной стороной присутствия, а любая тишина модальностью звучания. Я обладаю чем-то вроде вездесущности и теоретической вечности. Я ощущаю, что обречен быть в потоке неисчерпаемой жизни, начало и конец которого я не могу помыслить, поскольку мое Я, которое пытается это сделать, еще живет. И поскольку таким образом моя жизнь всегда предшествует себе и всегда переживает. Конец цитаты. Вот такое получилось. Получается вводное видео. Ждем следующего. До связи.